Это Дайвича, продолжаем выпуск. Ищут нарушителей. С 20 августа в регионе стартовала охота на уток. И как следствие специалисты в Министерство охраны окружающей среды отправились в рейды, чтобы бороться с браконьерами. На поиски первых нарушителей вместе с ними выехала и Надежда Шабалина. Все в порядке? Сейчас проверим. На часах 6 утра для инспекторов, среди которых специалисты Министерства охраны окружающей среды и егеря, это уже разгар рабочего дня. Из-за открытия осеннего сезона охоты на утку, как правило, увеличивается и количество браконьеров. Охотника Антона Кропачева к нарушителям отнести нельзя. У мужчины при себе есть все необходимые документы. Именно их в первую очередь и проверяют инспекторы во время рейда. Важно, чтобы у охотника при себе были путевка, разрешение на добычу и оружие, а также охотничий билет. Охотничий билет Единого федерального образца они получают в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области. Путевку и разрешение, если они охотятся в наших угодьях, они получают у нас, в городском обществе. Выдача путевок была организована заранее, уже где-то, по-моему, 14 июля. Так, и номера оружия давайте посмотрим. Второе, чему инспекторы уделяют особое внимание, это оружие. Важно, чтобы во время перевоза оно было незаряженным и находилось в чехле. Передавать его другим лицам тоже запрещено. За подобное нарушение охотникам могут грозить штрафы до 50 тысяч рублей. Просто сейчас охотники меньше знают правила охоты. Некоторых проверяешь, элементарные вещи не знают, допустим. Ходова охота весной. И, допустим, на технике с расчехленным оружием. Едут, и как будто в первый раз слышат. Я говорю, охотничьи-то минимум сдавали вообще, что-то представление-то имеете какое-то. В первый день охоты нарушителей поймать не удалось. Но на поиски браконьеров специалисты будут выходить еженедельно до 15 ноября. Именно в этот день сезон охоты на утку завершится. Надежда Шибалина, Даниил Кочкин, Бюро новостей Довича.